Привет, друзья! Последняя, да, на чем я закончил с ними вообще, так сказать, изгаляться, это в очередной раз было разбито стекло, поклеено защитное, что-то около полугода ползал с ним и, ну вот так вот выглядит, да, через какое-то время. И вот тут, не знаю, все вообще на самом деле по-живому, сниму стекло, это как к такому вопросу, а там, а как снять защитное стекло, а как, а что там? Да, не буду менять на своих часах батарейку, она, по-моему, еще свежая, но это, кстати, сейчас посмотрим, подзарядив их, да. Заменим, опять же, вот это разбитое стекло, покажу по проклейке, как мы это делаем, новые типы и технологии проклеек, ну и, соответственно, в конце вот этой всей истории положим их, я не знаю, да, в баночку получается с водичкой, ну и посмотрим, как они себя будут чувствовать. Так, это эксперимент. Да, давненько, давненько, да, они у меня лежат уже вот какое-то время, не стартуют довольно долго, берут заряд, заряжаются, но уже довольно-таки долго. Так, ждем, 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 посмотрим, чекнуты, я не помню там, что они живые, полноценные или нет, ну вроде бы да, все было окей. Кстати, ссылочку оставлю в описании, по первым тестовым историям, что с ними было, как там, что происходило, их били, разбивали, стекло меняли, пользовался больше года, все окей. Да, основополагающие моменты в эксперименте у меня будет, это, соответственно, колбочка, после, да, с водой, ну и наш вот этот, да, клей, который мы уже довольно-таки активно используем в ремонте часов, это очень хорошая проклейка, это полиуретановый клей, черный, белый, есть разный, и напоминаю, что все, что показано на экране, от зарядки 3 в 1 и до клевых технологий, все есть в нашем магазинчике, ссылочка в описании. Так, вот это позже. Кстати, да, скорее всего, получится у меня такой немножко с разрывом, да, видео, потому что нам нужно будет, да, разобрать это дело, заменить разбитое стекло, это раз, потом поставим это на проклейку, и уже на следующий день, это как по нашим, да, протоколам, выдержка должна быть, определенное схватывание просыхания, на следующий день уже эксперимент с водичкой. Но все это объединим в одно видео. Да-да-да-да-да-да-да, вот тут мы все и увидим. Частая, на самом деле, история и вопрос, как, да, что, ну понятно, что это понятно, что у человека естественный вопрос, как мы это всегда обозначали, что после любого вскрытия этих часиков, что называется, влага и брызги, окей, купаться нельзя. Да, на этом мы стояли, собственно, но уверенность в клее есть такая довольно-таки хорошая, эксперимента не было такого, на самом деле. Но я после первого вот этого своего разбития, не сказать, что купался, но к воде прямо не относился аккуратно, там, руки мыло, все вот это дело, ну и на самом деле все окей, было всю дорогу. Да, кстати, показываю попутно, удобно, что это вот так штучка поднимается, если у вас там какая-то миланская петля, то это вот так дело кладется. Также сюда кладется телефончик, и все заряжается по красоте, с одним только лишь проводком. Да, и здесь место, понятно, что у нас еще для наушников. Так, ждем часы, заряжаем, продолжаем. Так, есть, да, стартанули у нас часики, минимальный заряд мне достаточно. Так, посмотрю, что, да, вообще, какое состояние батарейки. 82%. Да, часиками так хорошо попользовался, как раз-таки, да, после первого вот этого эксперимента, когда я вдолбил об пол, разбивал сознательно часы, меняли мы стекло, потом где-то через год-полтора я повторно разбил стекло и наклеил вот это самое защитное стекло. Сверху оно вот так вот видно. По краям, да, выглядит неэстетично, но это как раз-таки вот тот момент, что защитное стекло вот на этом ультрафиолетовом клее, который мы в принципе предлагаем, вот так вот довольно чувствительно к водичке и со временем вот так вот выглядит. Так, получается, что давайте, да, позакроем вот этот вопрос, и опять же покажу наглядно, как я обычно снимаю вот это защитное стекло, но тут на самом деле немножко разные вещи. Стекло на этих часах у меня уже неродное, основное замененное, и на них таки очень-таки плотно, сильно, крепко держится вот это защитное стекло на ультрафиолетовом клею. Потому что, да, изначально, конечно, это не родное такое олеофобное покрытие, совсем по-другому отличается, и очень сильно-сильно прямо прикипает защитное стекло на вот это вот замененное. Да, скорее всего, будет мне очень тяжело это сделать, наверняка это будет выглядеть по-сатански, если у вас есть задача это склеить, не бойтесь, что наверняка у вас будет гораздо все проще. Потому что на родное, опять же, полегче оно отстает, даже буквально, что бывает, что оно и отскакивает само с собой. Так, да, какой-нибудь пластиковый лопаточка, что-то типа медиатора, с уголка, с целого, если у вас разбито-побито, найдите какой-нибудь целенький краешек-уголочек, и оттуда просто, да, простым способом вот так подклиниваем и увеличим вот это вот воздушное отхождение самого стекла. По чуть-чуть, по чуть-чуть подлазим, подклиниваемся. Сейчас увидим с вами ту самую трещинку, которую я, да, залечил таким вот образом, поклеив защитное стекло. Да, в какой-то момент прямо вот оно вот так же, как у вас родного, практически слетает вообще, за собой никакого следа не оставляет. Вот так вот, просто его убрать. Да, вспоминаю я вот этот демод, из-за которого были поклеены вот эта защитка. Подчистим. Ну и да, есть разбиение, и насколько я помню, вот это мое приклеивание было еще по старым технологиям, и ни разу за вот этот весь промежуток времени оно не отошло. Но по воде мы всегда обозначали, соответственно, этот момент, гарантию, конечно же, на эту вещь не давали. Так, что делаем? Открываем, снимаем экран, переклеиваем стекло, и будем заклеивать уже по новым технологиям. Да, им я на самом деле более доверяю, потому как, ну, просто, да, клей такой более надежный, благонадежный, проверенный уже во всех, во многих, да, моментах. На самом деле, по своим часикам могу сказать, что здесь нарушена геометрия корпуса, и как раз таки вот на них будет показательно. Если у нас протечет на них, то, соответственно, ну, это будет таким показателем, что не стоит вообще надеяться на эту штуку. Если выдержит и не протечет, то, соответственно, на более целых, на ровных, на часах, которые, да, допустим, которые в идеале отправляют в обслуживание по замене батарейки, ну, там даже это более надежно еще будет выглядеть, влагостойкость. Так, надеюсь, да, что моя мысль, идея ясна и понятна. Делаем. Да, с недавних пор для открытия часиков используем технологию подпила. Как это я называю? Спирт да бумажка, более ничего. Открываются любые модели. Вообще здесь, да, можно было на самом деле просто, не знаю, открыть, переклеить, ну, и, соответственно, сделать эксперимент. Ну, не знаю, так будет наглядно интереснее, что мы заменим стекло, чтобы они у меня опять в цельном виде жили-служили. Я вот единственное сейчас, что задумался, может быть, стоит ли поменять сразу же батарейку. 82% это уже граничная область, и, опять же, вы по своим можете сориентироваться. В принципе, на такое вот, на обычное, на офисное, на бытовое использование, когда ты просто часы, там, в видеоведомлении на работе приятно пользуешься, даже этого состояния батарейки вполне себе окей на рабочий день. Если у вас, да, есть какие-нибудь спортивные задачи, зал, там, более такие активные, да, пользования, то тут уже, конечно же, ну, как и гласит сама Apple, при достижении 80% объема ее рекомендуется поменять. Хотя, опять же, сама компания не предлагает такую процедуру. Да, очень тяжело и плотненько вообще сидят, часы прямо не поддаются, но лезем-лезем, подлезаем. Я вспоминаю, когда все-таки это было приключение вот это с разбиением, и вот это та самая заклейка, но это было более двух лет назад. Так, есть, зашел, сейчас туда, да, будет по чуть-чуть проникать спиртик, и у нас клей размягчится. Ну, просто, да, по обслуживанию, по замене батареи, в частности, встал, на самом деле, очень сейчас активно, в большом вообще, ну, просто очень большое количество. То есть, тут понятно, что по времени уже приходит пора, и люди, естественно, что эти устройства актуальны, сам даже пользуюсь вторыми часами до сих пор, вот они у меня под рукой стальные, все эти вещи работают, служат вообще полноценно. Ну, каждый, да, по своим задачам выбирает, либо обновляет, либо пользуется старенькими без проблем. Это шестые, вообще актуальные, будем надеяться, что еще послужат. Да, вот здесь пошла вот эта трещина, которая у меня была угловая, даже стеколочка вот так отпала. Это нормально, хорошо. Да, есть открытие, за два года, да, ничего, опять же, не отвалилось, никуда не скосилось, держится довольно хорошо. Так, да, давайте включим, убедимся, что у нас работает экран, сенсор, и, собственно, будем переклеивать, менять стекло. Есть изошка. Да, в часиках внутри большую часть, конечно же, занимает аккумуляторная батарея, вот, собственно, она со временем и меняется. По часам у нас так стало, что, на самом деле, ни одного дня не проводим, вот, без того, чтобы не делать какие-либо часы, по каким-либо проблемам. Это вообще массово, там, и то, что бывает, не обновляются часики, та же самая замена батареек, ну, и замена стекла, это самые такие популярные. Также задние части, вот эти вот, не знаю, каких люди бьют, но это довольно-таки частая история, вплоть уже даже до восьмой, да, линейки делали. Так, все у нас отлично, полноценная изошка, хоть и выглядит вот так по страшному работу, сенсор важно также проверить. Те же все самые у нас процедуры, постулаты, это Power of Test, зажимаю на интерфейсе выключение иконочку, таскаю, нигде не обрывается, все четко. Так, все, отключаем, ну, и на самом деле, мастеру на переклейку. Да, вот такой вот экранчик, довольно-таки дорогой, на самом деле, тут частая история, да, когда спрашивают, у меня часы побились, разбились, нет изошки там, можно ли поменять. На самом деле, да, вот в таких случаях, когда стекло разбито просто, но есть изо, работает сенсор там плюс-минус, это можно сделать, да, удобно, демократично, ну, имеет и логично, имеет место быть и логично. А когда уже идет повреждение экрана, там полоска, либо что-то, там уже, на самом деле, по цене, по соотношению до вложения и стоимости устройства, конечно же, не имеет смысл. Да, это всегда стараемся объяснить, ну, как бы наглядно, я не знаю, тут даже больше блюден интереса человека, потому что он смотрит там на какой-нибудь алишке, экран там недорогой, за 3000, думает, что я вот сейчас куплю, поменяю. На самом деле, там экран вообще непригодный, для установки его даже не вклеить, не поставить. Китайские люди мутят всякие вообще штуки непонятные, ну, лишь бы, да, сделать и продать, то есть там по большей части, ну, непригодные вообще для установки детали. Так, все, переклей и продолжаем. Так, а я что, пойду баночку наполнять? Да, есть, стеклышко сняли, проверяем работу, на всех этапах это важно делать. Вот такой тоненький экранчик. Да, есть сенсорная часть работы, изображение в порядке. Зачищаем и клеим новое. Да, кто не понимает, это не защитная, это часть самого экрана. Стекляха. И да, файнал стейдж, это запекание в печке, пирожочек. Ну да, как я сказал, нет дня, чтобы мы не делали часы. Одна, вторая, третья, тут история, все вот так вот так делается. Часовая мастерская. Так, да, пока у нас часики запекаются, я зачищу основу, подготовлю ее, ну, к заклеиванию устройства. Да, я честно сказать не помню, ну, что мы клеили два года назад. Ну, это, знаете, такой процесс, что мы немножко это регулируем с течением времени. То есть делали на одно, возможно, меняли какие-то процессы и процедуры. То есть так же, как и сейчас, выбрали уже, ну, третий, я не знаю, скорее всего, последний вариант. Вот этой проклейки. И тут уже что бы то ни было не придумать. Ну, в чем сложность у нас и в чем опасность на именно данном отдельно взятом устройстве? То, что сильно подбита прям геометрия вот этих вот часиков самого корпуса. Ну, это, конечно же, не придает какой-то больше герметичности. Конечно, в таком виде, если у нас выживут часы вот в этом тесте, как это сказать, не знаю, в купании красного коня, да, то это будет, ну, таким показателем и большим, да, большим за то, что они будут хорошо держать воду. Ну, или посмотрим вообще, что как будет. Надеюсь, что часики у меня еще останутся в строю. Так, грязь кутылой. Так, да, ребята, теперь некая процедура, которую, ну, на самом деле, подсмотрел, перенял у, не знаю, у коллег-переклещиков, да, на самом деле. Ну, почему бы и нет, если есть какие-то хорошие вещи, да, если есть возможность сделать что-то лучшее, нужно этим, конечно, пользоваться. И в данном случае это праймер, это просто лютый-лютый обезжириватель, который просто сушит, высушивает вообще поверхность, повышая, на самом деле, как это называется, адбезивные свойства, ну, любых вообще поверхностей склеивающих. Так, промазываем перед нанесением клея. Тут такая штука, что лишним не будет. Так, есть, окей, сейчас подключаем экранчик, и потом наносим клей. Хотя по инструкции нужно 5 минут дать остыть. Па-бам. Так, да, есть, окей, ребята. Да, прежде чем, знаете, показать, ну, и как бы понять вообще, в чем у меня большая надежда, почему я питаю вот надежду на все-таки на этот клей. Я его хочу вот так же отдельно нанести, да, на такую поверхность. И завтра мы так же перед файл-тестом уже посмотрим, как, ну, в голом виде, через сутки, как себя ведет этот клей. На самом деле, конечно, мы уже делали подобные эксперименты, опыты, ну, имею в виду, что не в одиночь, а тестили сам этот клей. Знаем очень хорошо его свойства, там, знаем, где его нельзя применять, в частности, его нельзя там применять в заклейке айпэда, потому что его потом просто не разобрать. Ну, а здесь, да, при засыхании я знаю, что он в таком немножко желеобразном виде остается, ну, и вот это вот наглядно хочу показать, как это будет выглядеть, ну, получается, через сутки. Так, да, сделаю вот такого вот, как это сказать, чурвяка. Завтра посмотрим, как он себя будет чувствовать. Вообще, в принципе, да, вот таким вот образом наносится, тонко, плотно, сопрягается, ну, и в некой такой вне дубовой консистенции он будет оставаться. Так, вот так, по-хорошечному не пожалел, завтра чекнем, пощупаем, как это будет выглядеть. Так, а сейчас подключаем экранчик и закрываем. Да, конечно, здесь у нас все по красоте, вот так вот. Кстати, да, крайняя процедура, которую мы делали на часики, это пока что восьмые, на подходе у нас, да, девятка, ну, и Apple Watch Ultra тоже, пожалуйста, welcome. Так, есть, окей, подключил. Контрольно чекнем и закрываем. Да, надежда на этого червяка в том плане, что я его непрерывно нанесу, то есть такой, как бы он в желеобразной форме остается, при этом он держит очень крепко. И то есть как раз таки, надеюсь, что он заполнит все вот эти полые места, ну и как раз таки не даст жидкости проникнуть вовнутрь. Хотя на самом деле, по вообще, по истории вообще работы и обслуживания этих устройств, жидкость здесь может проникнуть, ну вообще по множеству, да, так сказать, технологических отверстий. О, кстати говоря, у меня даже снят чопик для системного разъема. Да, потому что одним из экспериментов это была прошивка у меня этих часов. И вот чопик-то у меня как раз таки отдельно лежит. Это тоже то место, куда может попасть жидкость. И вот тут надо как-то исхитриться и подумать, как его заклеить. Ну да, есть вообще-то у меня понимание, как это сделать. Это нужно сделать с тем расчетом, чтобы его можно было в нужный необходимый момент достать, конечно же, изнутри, чтобы открыть доступ к системному разъему. Да, и при всем при этом, чтобы туда также не попала влага. А то это будет у нас нечистый эксперимент. Не знаю, если вам скажу, как есть на самом деле, но это так есть, скорее всего придется воспользоваться, ну каким-то, да, самтехническим герметиком. Есть и такое. Да, он тоже будет как бы плотно держать, но в тот момент, когда мне потребуется открыть чопик, я его спокойно достану. И там тоже вот этот такой силиконовый, он легко очищается, никак не перемыкает контакты. Да, тоже проверенная штука. Так, да, есть, стартанули часики у нас. Да, control checking, это в плане, да, то, что у нас работает сенсор, полноценное изображение, все окей. Так, в принципе, что мне нужно? Да, по-хорошему выключить, чтобы не мешало изоха. Ну и наносим плотненько, ровненько клей по всей поверхности. Да, я нагруживаю так, довольно-таки с горкой. Мне важно, чтобы выдавило излишек наружу, я его почищу. И как раз-таки буду надеяться, что этот излишек заполнит все вот эти вот, ну да, неровности корпуса в данном случае. Предвкушаю я уже, как буду отмывать руки. Это такая вообще, очень такая, ну, не знаю, как сказать, больше какая-то она жирная. Не сказать, что липкая в таком вот виде. Ну, такая вот непонятная структура. Ну и да, по канонам холодного полиуретана. Закрываем сразу, ничего не держим, не высушиваем, не просушиваем, закрываем. Так, есть, окей, плотно села. Подчищаем излишки. Вот тут, да, лучше в незасохшем виде это сделать. Ну да, кстати, важно опять же это делать на сухую, без применения каких-либо спиртовых технологий. Потому как, ну, естественно, да, чтобы в незастывшем виде туда спиртик не проник и не нарушил наш вот изначальный наш план. Купание красного коня не допускает ошибок. Ну да, в очередной раз у меня часики целые. По красоте. Так, прижим на простую резинку, без всяких замудренных. Так, есть, окей, и на сутки оставляем вот в таком вот виде. А, чопик, чопик. Да-да-да-да-да-да-да. Да, кстати говоря, ребята, поискал я, поискал, не нашел я вот то, что хотел. В принципе, я думаю, что мы можем, да, с учетом понимания, как себя вот эта штука ведет в засохшем виде, я допускаю, что нормально мне все-таки будет приклеить на нее. Так, и давайте, да, сразу же это сделаем, чтобы у нас все было равномерно склеивание. Вообще, у Apple в чистом виде там нет никакой проклейки-наклейки. То есть, просто как-то на защелке эта штука находится. Но я не знаю, для пущей надежности я все-таки подмажу. Так, есть окей, по красоте. Так, все, до утра. Будем начинать с утра купания красного коня. Кто не знает, что я несу, загуглите, это к культуре относится. Хе-хе. Так, все, до утра. Да, привет, друзья. Утро следующего дня у нас получается. Часики на проклейке. Простояли мночку. Да, поставил их также на зарядку, чтобы нам полноценно сделать тест. А, да, вот этот water-тест. Так, не знаю, что-то в голову пришло, только одна единственная вещь, что, да, включить режим плавания, запустить их в колбу с водой, ну и, соответственно, посмотреть, что будет. Так, прежде, а хотя можно еще запустить камеру с телефона, и чтобы здесь отображалась вот эта штука. Так, ну для этого мне их нужно сопрячь с устройством. Да, обратил внимание на такую вещь, что даже уже разорвалась у меня пара за столько времени, потому что аппаратик-то сменился. Да, что-то еще думаю. Думаю показать такую интересную вещь, это как бы убить сразу несколько зайцев. Это как же, опять же, есть такой вопрос, что как, если поклею защитное стекло, как с ним можно купаться или нет. Вот давайте это опять же так же и сделаем. То есть поклею защитное стеклышко, и заодно посмотрим, как оно будет себя чувствовать после water-тест. Так, протер для эстетики. Ну, на самом деле, да, не первый раз это уже на моих часах происходит. Замена стекла. Вторая. Я думаю и уверен, что все будет окей. На самом деле, также эту процедуру постоянно делаем, да, практически каждый день, на весь модельный ряд, как я сказал ранее. Без проблем, все четко отточено. Так, есть, есть. Да, поклею стеклышко, и да. Так, да, прежде решил запустить вот этот процесс привязки, потому как он не совсем быстрый. Сначала сброшу, и далее привяжем к моему телефону. Да, блинский блин, ребята. Вот тупиковый момент всегда с часами, что вот если они долго лежат, а на них все-таки устаревает ПО по отношению телефона, и их требуется обновить. И, кстати говоря, лучше всегда обновлять часы. То есть есть, да, такая вещь, что телефон там может кто-то не любит обновлять, чтобы он там больше и дольше заслужил, и в частности батарейка. То часики, нет смысла этого делать, можно попасть вообще в тупиковый момент. Вот час, да, мне придется очень долго ждать, плюс еще и бывают всякие сбои вот этого обновления с часами. Частая довольно-таки история. Так, ничего не поделаешь, чтобы мне привязать это дело сюда, а я хочу это для того, чтобы камеру удаленно запускать на часах. Мне нужно вот это дело сделать. Так, ждем, ждем, поджидаем. Да, пока это дело идет, рожается, я тут могу все, что бы то ни было. Ну вот да, пишет 5 часов. Я надеюсь, конечно, что это не так, гораздо быстрее сложится, но может быть так и есть. Так, да, это в сторону, тогда ждем, поджидаем. Поклею пока стекло, применю еще маркерные технологии подкраса, вот эти все места подбитые, разбитые ранее, немножечко подштрихую. 5 часов, е-мое. Ну, кстати говоря, да, судя по тому, как у меня снялось в самом начале стекло, с чего я начал это видео, очень хорошее олеофобное покрытие на замененных стеклах, как на родном. То есть бывает, да, когда оно на родном уже сточено-источено, и ты поклеил защитку, то есть оно очень тяжело, прям кусочками-осколками оклепляется. У меня, вы видели, оно прямо прямо, как от родненького. Да, не совсем удачно у меня поклеилось стекло, образовался пузырик, можно было вообще на самом деле перенакатить, зачистить, по-новой сделать. Жидкости, да, хватает тут где-то раза на два, на три, вот на такую капельку. Ну, что-то, честно сказать, поленился, да и не сразу заметил. Так, да, мне для эксперимента потянет, а так, отлично. Да, что еще сделать, пока жду, хочу взять красный маркер, и с применением маркеров технологий вот это дело подрихтовать. Боевое колесико. Да, подкрасил все места боевой славы маркерной технологии. Так, ну что у нас? Да, не идет быстрее, вот как он пишет, походу так и будет. Получается, вот в этой всей истории я больше жду, чем что бы то ни было делаю. Так, надеваться некуда, для чистоты эксперимента, для наглядности надо это сделать. Прямо, чтобы как с руки были сняты и в водичку покладяты. Да, ребят, пока жду, решил показать, да, вот так, раскладочку сделать. Это свои часики, все, которые были, но тут на самом деле еще не хватает четвертых. Да, были у меня первые, не раз рассказывал эту историю, потом они были поменены. По гарантии Apple, через два с половиной года, когда мне сдалась батарейка, на вторые стальные также. Потом были у меня четвертые, а, третьи, четвертые, пятые я пропустил, получается, шестые и седьмые, да. Ну, практически все часы я юзал, и тут что-то посмотрел на свои вторые, увидел такой неприятный какой-то дэмэдж, прям на металле. Ну да, не знаю, заняться пока нечем, пока это дело ждем. Да, и думаю, сейчас вот это дело подшлифую, подрихтую прямо, да, голыми руками. Ну как, не совсем голыми руками, паста ГОИ мне в помощь, я думаю, должно получиться. Прямо в цвет зеленых часов она. Ну да, просто руками, просто тряпочкой по чуть-чуть, шик-шик-шик. Так, пошоркал, да, хорошо, что тряпочка стала вот такого черного грязного цвета, это говорит о том, что, ну, все-таки, да, шлифовка какая-то происходит. Так, протираем. Ну и на самом деле, да, для меня не удивление, но все стало четко идеально. В армии такими вещами еще не это делают. Как ничего не было. Так, пять минут, и все окей. Да, предостерегу, что нельзя шоркать стекло, конечно же, вы его просто запорите, завалите. Проверено. Так, 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 не знаю, что еще сделать, придумать, показать, ждем, ждем, ждем. Так, ребят, все же подумал, что проще мне найти девайс, на который сопрягутся данные часики. Наверняка. Да, есть вот такое вот устройство, где 14-я система, наверняка эти часы привяжутся к ним без обновления. Так, а как сбросить? Так, ресет. Блин, а малина, да когда я их использовал в последний раз, если даже на 14-ю они просят обновить? Что такое? Так, вроде как дает пропустить обновление. Ну и да, в случае, видимо, когда эта система подходящая, она дается прячь, когда прям критично, только обновлять. Хоть бы, хоть бы. Блин, нет, 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 ешь ты моешь. Так, не знаю, ребята, процесс вообще как-то зашел в тупик, просто встал, я не знаю, блин, что вообще делать. Сейчас пробую, вот еще всякий старый девайс нахожу, нашел вот семерку, семь плюсик, попробуем на нем. Да, забыл показать, кстати говоря, как наша вот эта змеюка засохла. Ну и это именно, вот не знаю, как показать, как рассказать, но это именно такой, как бы гелевый такой состав, очень крепкий, такой плотный, амортизирующий. На самом деле, который, видимо, крепко держит. Вообще, вот от этой бумажки он как бы так, да, единым таким фронтом отсоединяется. Похоже, да, на какой-то такой мягкий эластичный силикон, ну прямо на ощупь вот такой есть. Не сказать, да, что как бы он такой крепкий, но вот именно если брать структуру на разрыв, она тянется до последней, вообще, структуры до последней молекулы держится. Да, и разрывается, ну вот, да, в какой, вот в такой вот степени. Так, есть надежда, что все-таки вот эта вот структура будет хорошей водной защитой, но, блин, как это проверить? Сейчас вот это все дело зашло в тупик. Как бы у меня не перешел этот опыт на третий день. Ешки-матрешки. Попытаюсь найти еще более старое устройство, чтобы сопрячь без вот этих обновлений сопряжение произошло. Пойду еще покопаюсь. Так, ребята, да, как мартышка и очки. Я обвешался весь вообще в часах. Есть и семерочка, родная, родненькая наша. Вроде бы, да, дает, да, пара создана. Вроде бы, да, дает создать. Да, 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 да. Аллилуйя. Да, тут уже все варианты я вообще попробовать хотел, но вот вроде бы нашлось. Ну и да, в этой вообще истории всегда есть такой тупиковый момент, что если у тебя часы там по какой-то причине не обновляются, стоит найти то устройство, с которым они сопрягутся без обновления, ну и, соответственно, их уже обновить через само устройство. Так, интересно, мне стало 7 плюсик на какой системе? Да, 14,6. Вот это почему-то на 15. 14, я просила обновить телефон. Тут вот так, ну вот вроде на 15-й сопряглось получилось. Так, или какая? Или да, 14, опять же. Ну да, в общем, окей. Аллилуйя, будет кино сегодня. Для меня, да, это такое вообще, это я два дня снимаю, потом три дня редактирую. Вот по этой всей причине видосы и не выходят. Часто бывает такая история, что наснимал-наснимал и приходится даже удалять. Так, все вот это в сторону, мой грин-сет, в очередной раз да, заценил, прям пользуюсь кайфую. А это я буду использовать, но это будет у меня ред-сет. Да, это классная вообще штука, не знаю, блин, хоть даже другой телефон под это бери, классная вещь. Так, змею в сторону. Все лишнее в сторону. Да, уже подготовлена у меня та вода, в которую будет нырять этот телефон. Жду-жду-жду. Это как отлита уже, та пуля для этого вообще. Устройство, вот это вот вода. Выполняется вход в учетную запи... Так, ребят, да, пока тут рожается, я в очередной раз восхищаюсь вот этим своим устройством. Секите прикол. Па-бам! Этого вообще, этого уже нет в нашем мире, в нашей вселенной, в современных устройствах. Да и даже в старых это уже не найти. Это у меня, по-моему, да, 7 плюсик с какой-то, ну или на всех 7 плюсах это было. Ну, короче, вот оно. Строгие грани, кастомный корпус и эксклюзивные возможности. Ой, красота. Люблю, никому не отдам, прям даже не просите. Да, аллилуйя, друзья, аллилуйя. Наконец-таки у нас сопряглось. Тут еще что-то обновление завершено. Как так? Так, непонятно, да, окей. Так, 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 ну что я хотел? Давайте, да, соответственно, в баночку покладем. Не знаю, может быть поставить режим тренировки плавания. Или можно лучше даже, да, для большей вообще наглядности и интересности. Так, сделаем такую штуку, как доступ к камере этого телефона. Так, ну да, вот так. Так, я думаю, что вот так помещу часики в воду. Здесь у меня будет, да, картинка на них передаваться. Да, с этого телефона на них передается картинка камерой. Ну и, соответственно, будем в таком виде видеть, что они живы и, да, и работают. Так, в принципе, наверное, вот так вот будет интересно. Да. Немножко понятно, что с гэпом такая заторможенность. Но вообще эта функция, я не знаю, ну для какого-то, да, для удаленного селфи, наверное, используется. Видимо, вот так. Сделаем, да, последнее фото. Надеюсь, что нет. Да, чпингс есть. Так, 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 так. Все, в водичку. Купание красного коня. Так, да, ребята, получается. Вот так вот кладем их. Есть, да, мы видим, что там есть у нас изображение. Так, ну и что делаем? Заливаем водичку. Так, я не знаю, что стало, но почему-то они сразу же погасли. Так, ну и что, да. Так, ну и что делаем. Так, ну и что, да. Так, ребят, не знаю почему, но когда я их кладу в воду, у меня и врубается и камера, и приостанавливается тренировка Не знаю почему, то ли потому что они не детектят руку, а скорее всего так и есть, потому что в этот момент работают датчики Ну и давайте, да, просто пусть они полчасика у нас, ну да, обычное такое купание красного коня стандартное Полчаса полежат, потом достанем и посмотрим живы ли они Поставь таймер на 30 минут 30 минут? Отчет пошел Так, да, ребят, тайм, тайм, тайм Ну да, 30 минут пролежали, по крайней мере горят датчики, ну видимо все окей Так, вот сейчас обе руки заняты, не хватает вот этого вот, дым-дым, как на девятке Ага, носом выключил Так, оттрясем водичку Это я не воду стряхиваю, это у меня просто руки трясутся Да, 30 минут честного water-теста, часы у нас, да, в порядке Видимо, да, своржится все-таки, у нас останавливается тренировка Но это потому, как возможно, что думать, что вот так прикрываем рукой, как есть хлопок, такая функция Горят при этом датчики, сенсоры Видимо, опять же, понимать, что устройство не на руке, поэтому прямо как в трубу такой звук, чтобы тренировка приостановлена Окей, ну 30 минут пролежали, вообще работают без проблем Но, ребята, сразу же еще раз повторюсь, что это не есть руководство к действию Мы по-прежнему настаиваем, что влага и брызг... Окей, купаться нельзя Хотя я вот так вот, честно говоря, вообще веры добавила сильно Сильно подбита геометрия этих часиков моих бедненьких И при всем при этом им вообще пофига Даже, да, вот запузрилось у меня стекло Это тот самый момент, который, да, мы обозначаем, что не терпит воду вот это вот поклеенное стекло защитное То есть вот тут вот образовалось такой пузырик довольно существенный Да, позже, когда подсохнет, он еще начнет по бокам-то как бы, ну, как будто обгрызанный выглядеть Но это вот как раз-таки вот этот воздух подтягивается в слой проклеечный Хотя клей вот этот, он как бы каменный на уэфке, который идет Но вот, тем не менее, так выглядит Ну и что у нас получается? Я не знаю, часы прошли тест Мы вот сделали, опять же, такую интересную штуку Это, ну, у нас вообще просто в годах, да, эксперимент идет с этими часами Не знаю, что еще сделать в конце Наверное, сделаю себе все-таки вот такой, да, важная еще штука, что вот это окей Сейчас может быть, да, окей, обычно и у людей так же все окей Когда они там покупались в бассейне либо что-то, но может себя проявиться временем И чтобы, да, это как-то понаблюдать за этим делом, как это будет себя вести Сделаю себе такой некий, да, рабочий вариант, рабочий сет А, соответственно, вы эти часики увидите в следующих видео Я буду ими пользоваться полноценно со своей рабочей семерочкой Да, и вот тут подумал, вот этому у меня тоже сет фиолет очень много лет Я вот сейчас его прям переобую И в какой-в какой? Конечно же, в красный И будет у меня такой рабочий комплект Да, многолетняя вот эта наклейка, прямо не трогал ее, не снимал Семерка вообще как в инкубации у меня Просто великолепно себя чувствует Подмахратился, конечно, чехол за эти годы Вот так вот выглядит, но ему я не знаю сколько, больше трех лет, это точно Так, да, назад не буду клеить, будет вот так вот классно Красное с черным, блин, это супер круто Ой, да, в очередной раз просто добавил бодроты своему телефончику Седьмому, да, рабочему, но это просто вообще супер крутая штука Так, ребят, я не знаю, да, растянулась у меня эта история Когда ее отредактирую, это вообще неизвестно Да, я думаю, что локально эту историю можно завершить Я думаю, что вы сделаете правильные выводы всего из этого Да, по возможности обслуживания по часикам welcome Там все наглядно показано Именно это то, все в том ключе, как я это обозначаю, что нет такой вещи, которую нельзя было бы сделать лучше Это как раз-таки тот самый момент, когда мы с годами, со временем, да, улучшаем все-все-все процедуры Если в этом, да, есть возможности, ну, в пределах разумного Да, как говорится, локально, пока что, на этом все, всем привет и всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!